Всем привет, сталкеры! С вами я, сталкер-баннерщик, и я нахожусь в аномальной зоне сталкера онлайна. Нахожусь я в городе Любич, рядом с вокзалом. Персонаж Баламут, он дает квест «План помидор». Буду проходить сегодня этот квест, и заодно нужно найти Штакета. Штакет исчез из здания милиции. Где он? Что с ним непонятно? Ну, я примерно знаю, где его искать. Буду сегодня искать Штакета. Потом постараюсь пройти... Так, какой же тут еще... А, вот, квест «Образцы для Диновьев». Там, где нужно уши собак добыть. Одно ухо у меня есть. Я примерно знаю, где эти собаки. Попробую добыть второго. Итак, в общем, я этот квест уже взял. Давайте посмотрим план помидор. В общем, смысл такой. Нужно помойки обыскать в Любичи все. И, в общем, как я все обыщу, я найду такую находку, которую совсем не ожидаю. Какую находку, неизвестно. В общем, ищем помойки. Первая помойка, вот она здесь уже. Я как-то здесь был, после того, как взял этот квест. Смотрю помойку. Ну, обыскал помойку и нашел здесь журнал. Сейчас у меня его с собой нет. Я его выложил у кладовщика. То есть, вот этот альманах, который по квесту сейчас... Да, вот, с дизайн литературный журнал, который собирает Рашид. В общем, прямо здесь нашел, после взятия квеста, нашел около этой помойки журнал. Так, ну давайте. Будем отмечать все помойки, чтобы... Не запутаться. Давайте обыщем сначала все вот эти пути железнодорожные. Может быть, где-нибудь здесь еще помойка есть? Почему бы и нет? Я с себя снял броник. Сбросил с Айгу. В общем, все сбросил. Чтобы легче было бегать. Еще пойду артефакты продавать. С собой взялся контейнер, который у меня есть с артефактами. Хочу здесь продать. Так, вот, помойка еще одна. Так, давайте. Вот, мусорный бак. Обыскал. Добавил предмет волос лешего. Так, волос лешего добавился. Он мне, конечно, не нужен, но... Давайте. Поставим метку. Так, ну что, идем дальше? Да, иду дальше вдоль. Вот этих. А вот еще одна помойка. Так, это уже какая? Третья, да? Третья помойка. Вот, мусорный бак. Кухонный нож. Неплохо. Он мне, правда, не нужен, но пусть будет. Отлично. Три помойки я уже нашел. Так, ну, будем придерживаться плана. То есть, не будем слишком далеко от самой железки отходить. Сначала обыщем эту территорию. Потом пойдем уже дальше. Так, ну, здесь больше нету вроде помойки. Так, а что у нас здесь? Хм, а тут хлам какой-нибудь по-любому должен быть. Интересно, интересно. Но помойки здесь нету. Ну, понятное дело, помойки на улице. Ладно. Хлам потом поищем. Идем дальше искать помойки. Так, вот. Да? Помойка? Помойка. Мусорный бак. Что тут у нас? Хвост большой крысы. Так, я уже нашел четыре помойки. Так, так, так. Идем дальше. Интересно, сколько их всего. Даже не знаю. Здесь помойки не должно быть, но... Неизвестно. Вдруг будет. Поэтому, наверное, лучше все-таки обыскать. Так, а что тут у нас? А, тут же арки. Могут быть артефакты. Давай-ка включу я детектор. Почему бы и нет? Ой, там собак полно. Ну, постреляем сейчас. Это же щенки. Разделать я их не буду. Убежал. Ну и беги. Целее будешь. Так. Я прибежал к ментовке. Но здесь, наверное, баков уже больше не будет. Посмотрим. Ну да, здесь, наверное, уже все. Это просто хлам. Итак. Я немножко местность обыскал тута. Давайте пробежимся еще по главной дороге. Да, по проспекту. Да, по проспекту. Может быть, здесь где-нибудь, рядом с проспектом, будут помойки. А вон, вдалеке не помойка. А, нет, этот. Что тут такое у нас? Нет, помойка. Но она никак не реагирует. Да. Это значит... А вон, впереди помойка. Помойка. Да, вроде она. Ну, собака не убивается. Странно. Опять заглючила. А, вот мусорный бак. Инъектор пустой я нашел. Ммм, неплохо. Так, добавлю метку. Так, ну, чтобы не запутаться, я не хочу далеко от проспекта уходить. Побегу рядом с ним, чтобы... ...всю местность обыскать. Чтобы ничего не пропустить. Поэтому далеко заходить не буду. Сначала вдоль проспекта. Тут пробегусь. Потом уже пойду на другую территорию. Так, ну тут вроде ничего нету. Да. Раз уж я рядом с ментовкой, давайте-ка я продам артефакты. Скупчик хабара. Ну, давай. У меня есть вещи на продажу. Так, стабилизатор А. Экран Б мне нужен, а вот стабилизатор А можно извлечь. Так, что тут еще? Экран Б. Резины. Две штуки, которые я нашел предыдущей ходкой. Извлекаю. Так, что еще тут? Экран Б, это мне нужно по квесту. Экран У тоже по квесту. Марьево пригодится. Ну, в общем, у меня продавать-то нечего, особенно только стаб А и резину. Давайте посмотрим, сколько стаб А стоит. Всего лишь 11 тысяч. Ну, можно сказать 12 тысяч, потому что 995 рублей это почти штука. Да, а сколько же стоит резина? Резина А стоит 16 тысяч. Вот это цены. Ну, да. Продаем резину. Инъектор у меня, кухонный нож, волос. Ну, пригодится все это. Так, ладно, артефакты я продал. Цены, конечно, ого-го на альфа-артефакты, но зато появились другие. Нормально все. Пойдем дальше баки искать. Так, бегу я по этому проспекту. Сейчас добегу до вокзала, исследую рядом местность с вокзалом и уже пойдем дальше. Так, ну вот эти помойки, наверное, не котируются. Это все-таки не помойки, а так небольшие урны. Ну, они не котируются. Вон, я вижу впереди помойки. Так, собака. Правильно, убеги от меня. А вот здесь есть помойки? По-любому должны быть. Колонка с водой. Так. Так, да нет. Особо-то я и не вижу тут помойку. Вроде, по идее, должны быть, но что-то нету. Собак полно. Ну, я не побегу туда дальше, скорее всего, там нету помойки. А вот где-то рядом я здесь видел. Где-то, где-то прям на глаза попалось. Вот это что такое? Сейчас глянем. Нет, это просто коробка. Это же не считается за помойку? Нет. Нет. Так, ладно, идем дальше. Так, эту помойку мы обыскали. Да, все правильно. Она на карте у меня есть, отмечена. Значит, я ее обыскивал. Идем ближе к вокзалу. Наверное, там тоже должны быть. А тут я все обыскал. Давайте посмотрим. Так, тут у меня ничего не отмечено, но глянуть нужно. Бочки стоят какие-то. Так, а вот эта помойка у меня отмечена? Да. Это у меня отмечено. Здесь я лазил. Ну, пойдем поближе к вокзалу. Хлам, патроны. Ладно, мне это не нужно. Посмотрим, что здесь. Может быть, здесь еще что-то есть. Так, это не помойка, это коробка, ящики. Просто мусор. Смотрим. Так, здесь ничего интересного. Идем дальше. Коробки, коробки, ящики, машины. Так, ну, здесь тоже помоек нету. Так, а вот рядом с вокзалом. Ну-ка глянем. Да нет, всякий мусор валяется, но я не думаю, что прямо на самом вокзале будут мусорные баки стоять. По идее, не должно быть такого. Рядом с железкой тоже не должно быть ничего, поэтому я на ту сторону даже забегать, наверное, не буду. Можно зайти наверх, подняться и посмотреть сверху. Ну, а что, так будет видно более-менее. Действительно, так даже удобнее посмотреть. Но помойки вроде не видно. Ну да, навряд ли там будут помойки так далеко. Нужно идти в сам город искать уже. В общем, эту местность я более-менее обыскал. Теперь дойдем до первого дома и пойдем квадрат за квадратом все обшаривать. Вон я вижу помойка. Пойдем. Или это не помойка? Нет, все правильно, помойка. Вон она, вдалеке. Так, надо крыс пострелять, а то будут тут под ногами путаться. Хотя они ноль внимания. Так, вот мусорный бак. Я обыскал, но ничего не получил. Ну нет, так нет. Идем дальше, значит. Так, тут какие-то лесозаготовки идут. Непонятные. Сталкеры бегают. Так, давайте вот здесь посмотрим. Здесь я-то толком еще не смотрел. Может быть здесь где-нибудь? На автобусной станции должна же какая-нибудь мусорка быть. Так, там просто коробка. Ну, вроде больше нет ничего рядом с вокзалом. Наверное, я все обыскал. Буду на это надеяться. Что не придется возвращаться опять. Итак, вот первый дом. Нужно зайти во двор. И начать обыскивать там уже. Сколько я нашел помоек? Сейчас посмотрим. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Да, шесть помоек нашел. Наверное, штук двадцать, как мне кажется. Не меньше. Потому что еще местность большая осталась. О, а тут что, лешие ходят? А, нет, трохотные домовые. Ой-ё, как он больно бьется-то. Так, тут частные дома. Так, ну вот интересно. В частных домах таких помойок не должно быть, правильно же? Все-таки это частные дома. Откуда там такие помойки? О, колодец. Да, тут даже... Можно сюда, наверное, не забегать. Ну так, пробежимся. Ну, можно было сюда, конечно, не забегать. Ничего тут нету. Вроде пусто. Так, все, заходим во двор. Что там, крыса за мной бежит? Ладно, фиг с ней. Заходим во двор, ищем помойку. Во дворе должна быть. В девятиэтажке-то нету, а вот рядом с пятиэтажкой должна быть помойка. По-любому. Садики. О, мне, кстати, крыс еще нужно для дурмана застрелять. Вот, я получил тушку крысы. Так, ну что тут? Садики-то будут, помойки? Нет, нужно все равно обыскать эту местность. На всякий случай. Пауки-крысы. Заколбасил. Так, что у нас тут? А, вот помоечка. Ну, это ожидаемо было. Давайте заглянем, что здесь. Блин, по помойкам лазю. Я валяюсь. Вот это, блин, номер. А что, тут ничего нет, смотрите. Эти помойки не считаются, что ли? Да. Никак не могу ничего взять. Ничего не дается. Значит, это помойки не котируются. Странно, странно. Помойка. Ну, я ее отмечу на карте. Но она почему-то не сработала. Ничего я здесь не взял. Хм, странно. Пойдем дальше. Так, все, я тушки крыс для гурмана собрал все. Так, ну что, здесь я был. Ну, с этой стороны дом обойдем. Что тут у нас собаки? Заколбасим их. Так, здесь вроде нету. А, вон вижу еще одну помойку. Ну, в садике точно помойки нету? Да нет, в садике, ну, прям на территории садика не должна быть помойка. Ну, это вообще не вариант. Ну, да. Идем обыскивать вот эту помоечку. Посмотрим, что там. О, вот. Граненый стакан. О, круто. Граненый стакан. Но сталкер тоже по помойкам шарится. Я валяюсь. Ну, давайте отмечу помойку. Добавлю метку. Граненый стакан. Теперь могу пить инъектор. Вот инъектор хорошая вещь. Мне пригодится. Все-таки 3 золотых рубля стоит. Как-никак. Так. Так, так. А вот он у того большого дома. Вполне возможно, что там будет помойка. А, это почта у нас. Да, почта. О, кстати, колодец. Вот он, колодец. Нашелся. А я все думал, где тут колодец. Теперь знаю. Так, ну что здесь? Хотя, навряд ли. Тут дома все-таки больше частные. Тут таких помойок не может быть. Да, навряд ли. Надо бежать к обычным домам. Большим. Или к пятиэтажкам. Там и смотреть. Ладно, идем дальше. Кстати, надо воды попить. Вон я вижу помойку впереди. И поесть. Так, ну все. Я запомнил, где у нас находится колодец здесь. Давай, наполним. Так, а что, не работает, что ли? Ну-ка, давай-ка. Наполнить. Да, все, работает. Наполняется. У меня как раз вода во всех фляжках закончилась. Удачно, я так сказать, зашел. Все, попили, поели. Валим отсюда. Так, помойка. Вот я впереди видел помойку. Сталкеры тут охотятся. Так, на той помойке я был, да? Да, действительно. А вот еще одна. Давайте посмотрим, что здесь у нас. Так, ничего не берется. Вот, мусорный бак. Что мы тут получили? Ничего. Просто отмечаем ее. Да, исследовать, в принципе, мне еще осталось много, но... Не так уж прямо совсем и много. Так, 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 так. Ну что, давайте за домом пробежимся. Тут вроде ничего. Так, спустимся сюда. Я же еще штакеты хочу найти. Запертая дверь. Опа. Вот это новость. Ну-ка, давай-ка. Прочная запертая дверь. Потребуется ключ, чтобы ее открыть. Уйти. Вот это новость. В общем, я нашел какую-то дверь. Давайте пометим ее. Для какого-то квеста, наверное. Ладно, ключ мы со временем найдем. Идем дальше. Так, сейчас впереди три дома будут. Там, скорее всего, по-любому есть помойка. Здесь у нас... Так, ну тут я бегал, тут я смотрел. Тут вроде ничего нету. А на территории вот тут есть помойки. Помойки тут, может быть, и не быть. Ну вот леший. У них теперь там голова вроде выпадает. Ой-ой-ой, как бы меня сейчас собака не убила. Давайте-ка я обыщу лешего. Может быть, повезет. Что-нибудь интересное добуду. Посмотрим, посмотрим. Да, обыск у меня идет, конечно, долго, но... Зато я быстро разделал. Ничего не нашел. Давайте еще раз обыщем. Ну тут помойки не должно быть, но все равно нужно пробежать всю эту территорию, чтобы быть точно уверенным. А тут, как назло, эти лешие. Ничего я не нашел. Так, ну вроде издалека так не видно ничего. Хотя это парк. По идее, парк. В парке помойки не должно быть. Ладно, идем отсюда. Так, ну здесь я обыскал все. Идем дальше. А, вот какие-то гаражи. Давайте... Туда сходим. Игра жутко лагает. Просто жутко, действительно. После обновления что-то случилось. Так, вот тут точка сохранения. Да, тут же этот ремонтник должен находиться. Вон сталкеры зависли опять. Лаги жуткие, действительно. ФПС всего лишь 9. Вот тут же сталкеры. Видите, стоят. Не просто стоят. А все зависло. Вот, все, начали движение. Просто ужас. Вон я вижу еще одну помойку. Давайте посмотрим, что здесь. Так, ничего. А вот мусорный бак. Что тут? Нет, ничего. Пометим на карте его. Идем дальше. Так, ну, здесь мусорных баков нету. Здесь я бегал уже. Давайте заглянем вниз. Штакет, я знаю, где ты должен сидеть в подвале. А вот где, неизвестно. Давайте посмотрим, может быть, здесь. Вот, я смотрю, тут сталкер вполне. Бандит. Ага. Бандит. Так, ну вот, мы и нашли штакета, значит. Тут бандосы тусуют. Ну, давайте посмотрим, что там у штакета. Так, здорово, штакет. Ну, его просто сюда переместили. Не знаю, есть ли у него новые квесты. Так, хочу подзаработать. Голову медведя, как обычно. Чем торгуешь? Торгует он спиртом, спичками. Что есть на обмен? Рюкзак-колобок. Марьево и два медальона. Ну, все, как обычно. Все, в общем, я нашел штакета. Штакет находится в квадрате. Г3 в самом углу. Помечу я его. Понятно, перебрался куда? В подземелье. Ну да, в принципе. Нормальное местечко. Идем дальше, искать помойки. Самому не верится, что по помойкам лазил. Итак. Я более-менее тут все дома облазил. Осталась у меня вот эта область. Так, собаки мне мешают. Да, осталась у меня вот эта область. Вот такой вот квадрат. Ну, давайте посмотрим, что тут у нас. Колонка еще. Давайте начнем с этих домов. Так, тут вроде ничего нету. Ту помойку я обыскал. Идем дальше. Не так уж и много осталось. Я думаю, еще пару мусорок будет. Крысы. Будем надеяться, что я не все мусорки пропустил. Что-то... Пока ничего такого интересного не происходит. Ну, конечно. Нужно все-таки последнюю мусорку найти. И тогда уже будет результат виден. А может быть и нет. Неизвестно. Но здесь вроде мусорок нету. Хотя. Да нет, вроде нету. Так, мне же еще нужно... Дима Бугай. Заметки отнести. Этот не берет заметки? Так. Нет, этот не берет. К другому КПП подойдем, значит. Так, а кто здесь у нас стоит? Здесь у нас стоит Казаков. Давайте к нему подойдем. Так, ничего. Ладно. Идем дальше. Что-то у нас собаки, помоек вроде не видно. Собаки, крыс. Полно. Идем дальше. Да вроде все чисто. Ни одной помойки. Хотя, по идее, должны тут быть помойки все-таки. Ладно, обыщем сейчас все. Найдем по-любому. Так, собаки. Так, ну собак надо зачистить. Побежали за другим сталкером. Ну и пусть бегут. Опа. Не все побежали за сталкером. Кто-то решил меня укусить. Ну че тут? Помойк больше нет. А, вот. Это че такое? Помойка? Да. Ну, почему-то одна и ничего не отображает. Но нужно все равно пометить на карте. На всякий случай. А вот, смотрите, еще ящик какой-то, да? Так, отстанет мне. Да, ну вот. Не берется. Так, ну здесь больше нету. Пока ничего не происходит. Наверное, еще где-то помойки должны быть. Я уже почти все обыскал. Ну да, в принципе. Вот еще ящики. Так, здесь я не был, да? Да, здесь я не был. Давайте посмотрим. Мусорный бак. Так, все. Журнал заданий обновлен. Добавлен предмет. Волос Лешего. Все, это была последняя помойка. Если журнал заданий обновлен, значит, он обновлен. Ну давайте посмотрим. Сообщить Баламуту результаты и посоветоваться, что делать дальше. Да, все, я обыскал все помойки. Пойдем к Баламуту. Так, а где он у нас? М-м-м. Да, надо на железку выходить. Можно и здесь выйти, без разницы. Я думаю, будет сложнее. Как обычно, какая-нибудь помойка где-нибудь затеряется. И буду долго ее искать. Но нет. Оббежал методично весь город. Нашел штакета. Нормально. Как и хотел. Продал артефакты. Теперь осталось вернуться к Баламуту и сообщить ему. Ну, скорее всего, это не конец. Куда-нибудь еще пошлет по-любому. Было, наверное, слишком просто обыскать помойки и все. На этом закончено. Ну, я, конечно, нашел много полезных вещей. Я кухонный ножик нашел, стакан вот, инъектор. До этого я нашел журнал. Так что, в принципе, да. Не сказать, что круто, но полезности есть. Так, а где Баламут? А, он чуть-чуть подальше стоит. Вон там где-то, да? Да, первая помойка. Рядом с первой помойкой он стоит. Ну что, бежим к Баламуту. Опа, не угадал. Чуть дальше. Так, ну что, давай посоветуемся, Баламут. Я не нашел ничего особенного. Неудивительно. Это же была только первая часть плана. Ты узнал расположение всех контейнеров. Теперь ты можешь контролировать удачу. Перехитрить ее, зайти ей в тыл. Осознаешь? Офигеть. Какое будет продолжение плана? Во имя зоны, ты еще не понял. Теперь тебе предстоит использовать момент и как бы случайно наткнуться в одном из найденных тобой мусорных баков на некую вещь. Что это будет за вещь, я сказать тебе не могу. Но предчувствия у меня весьма положительные. Ладно, поищу я-то кое-что. В общем, я взял задание перехитрить фортуну. Блин, я даже не знаю. Ты изучил местоположение всех помойк Любича. Теперь нужно осмотреть их повторно. Ха-ха. Вот это прикол. Баламут считает, что ты уже способен совершить удачную находку. Обойди все обнаруженные помойки. В одной из них, по утверждению Баламута, должен быть некий неожиданный предмет. Хм. Интересное кино. Ну давайте. Я не зря все помойки пометил. Правильное было решение. Давайте обойдем. Почему бы и нет. Какой-то предмет должен быть. Смотрите. Вы собрали необходимое количество предметов. Медальон ввиду на задание. Журнал задания обновлен. Так просто? К первой помойке подошел. Ну-ка давайте. Сообщить Баламуту о находке. Да. Я совершил удачную находку. Медальон ввиду на. Так просто? К первой помойке подошел. Ну ладно. Мне везет. Подойдем к Баламуту. Так. Я нашел кое-что. Ты меня заинтриговал, бродяга. Показывай. Это какой-то медальон. О, нифига. Я знал. Я подозревал, что здесь что-то нечисто. Однажды ночью я видел за железнодорожными путями какую-то темную фигуру. Которая крылась в тенях. Неестественную фигуру. Пырь. Ну, пырь ведунами их еще называют. Не видал таких? Так, так, так. Твари подделываются под человека. И вроде как вид его принимают. А может они вообще могут под сталкер подделываться. Эй, оно лицо покажи. Так, не парься, это я. Спокойнее. Ладно, ладно. Все, успокоились. Вот, держи за труды. Тебе это пригодится в твоих поисках. Загляни ко мне попозже. Возможно, я что-то разузнаю. Так, значит, мимикрия. О чем я там думал вообще? А где ты видел ведуна? Ты здесь еще? Да, за железнодорожными путями. Там, где болотца. В общем, я взял еще. Квест Любический Упырь. Баламут упомянул, что видел где-то за железнодорожными путями таинственную темную фигуру, которую назвал Упырем. Вероятно, это мутант, который называет ведун. Интересно, интересно. Так, в общем, я выполнил задание План Помидор. Потом взял задание Перехитрить Фортуну. Потом я выполнил задание Перехитрить Фортуну. Получил 20 тысяч, получил 3000 единиц опыта выживания, 5000 опыта поддержки. И он мне добавил Зенит 2ДС фонарь. И потом я еще взял задание Любический Упырь. В общем, фонарик я получил, смотрите. За все эти путешествия. Ну, инъектор, конечно, стакан. Фонарик. Так, я пытаюсь взять еще раз квест. Но он не берется, смотрите. Зависло, в общем, все. Хотел еще раз взять этот квест, но он не взялся. Завис. Так, что там по поводу плана с баками? Да. Не берется квест, виснет, короче. Все двигается, но... Я не могу взять еще этот раз. План Помидор хотел взять, но не получается. Ладно. В общем, я успешно этот квест выполнил. Даже выполнил еще один квест. Но. За железнодорожными путями. За путями. Ну, где? Где-то рядом с озером. Понятно. Давайте сбегаем, посмотрим. Все-таки интересно. Неужели тут ведуны? Навряд ли, конечно, но... Сбегать нужно посмотреть. Так, не то нажал, не то нажал. Так. Да, он упоминал, что где-то рядом с болотом. А там небольшие озера должны быть. Давайте исследуем эту местность. Может быть, на ведуна наткнемся? Зачем ведуну прятать свой медальон в мусорном баке? Неизвестно, но... Все может быть. Где-то вот здесь, да? За путями. В принципе, местность такая. Мрачная. Все может быть. Так, давайте включим детектор, потому что здесь аномалии жарки. Может быть, и артефакт какой будет? Нет. С чего я взял что-то? Болото должно быть. Так, все. Журнал задания обновлен. Смотрим, что там. Похоже, здесь и правда побывало странное существо. Едва заметное, и лишь отдаленно похоже на человеческие следы. И странное ощущение опасности, будто разлитые в воздухе. Ну, в общем, да. Странное чувство опасности. Ну, побывал тут кто-то. Что дальше? След направлен вдоль склона за железнодорожными путями в сторону вокзала. Опа-на. Все интереснее и интереснее. Это где-то здесь, да? Ну, что, пойдем искать. Что, неужели мы тут ведуна сейчас встретим? Вот это будет номер так. Вот это дерево какое-то подозрительное. Не дерево, пенек, так сказать. Так, ну, в общем, я вот тут иду. Куда? Вниз идти или вверх? Я не знаю. Пойдем поверху. Потом, если не получится, пойдем по низу. Так, ничего, что-то не происходит. А, и снова едва заметный след и ощущение чего-то присутствия. Да е-мое. Куда идти-то? Вряд ли существо рискнул бы приблизиться к вокзалу. Похоже, она двигалась за железнодорожными путями, держась как можно дальше от скопления сталкеров и барыг. Ага, я на верном пути. Блин. Что-то даже интересно прям стало как-то. Так, ну, в общем, где-то здесь ведун шел. Так получается, да? Так, так, так. Ну, идем дальше. Идем, идем. Так, ну, здесь никак не пройти. Значит, где-то вот здесь. Так, ну, здесь ничего, идем дальше. Ну, где-то, по идее, здесь должен быть ведун, ну, проходить. Хотя тут недалеко и вокзал уже. Так, это что такое? Так, ладно, идем дальше. Следы крови. Кого-то тут замочили. Музыка какая-то подозрительная. Так, ну, я, в принципе, недалеко от вокзала. Ну, посмотрим. Так, ну, что, я тут перепрыгнуть не смогу. Ну, нет. А зайти? Нет, тоже. Ну, куда же пошел ведун? Интересное кино. Ну, ладно, идем дальше исследовать. До конца сейчас дойдем, там, посмотрим. Надо детектор выключить. О! Опять едва различимый след. Интересно, существо двинулось в город? Если так, оно должно было обогнуть вокзал. Как-то обогнуть вокзал. Так, ну, как? Может быть, здесь какой-то проход есть? Так, нет, меня тут система дальше не пускает. Ммм. Как-то обогнуть. Ну, как-то тут, наверное, можно пройти. Я не знаю даже. Давайте попробуем здесь пройти. Нет, прохода нету. Странно. А вот что-то интересное вот тут. Нет, зайти не могу. Так, а с этой стороны я смогу пройти? Нет. Не могу я здесь пройти. Так, а как же оно обогнуло вокзал? Может быть, пролезло? Нет, не получается пролезть. А если здесь? Нет, тоже не получается. А как же существо-то прошло? Ты, ё-моё. Интересное кино. Дверь закрыта. Так, ну, наверное, где-то вот здесь проходит. Ну, да, чё я слишком уж заморочился. Наверное, здесь где-то и прошло это существо. Идём дальше. Ну да, вот проход. Вот мы огибаем вокзал. Так, ощущение чего-то незримого в присутствии. Баламут задавался вопросом, может ли существо летать или левитировать. Возможно, оно перелетело через забор, чтобы не приближаться к вокзалу. Ага, а мне как узнать? Возможно, следы есть за забором. Так, отлично. Я-то летать не умею. Мне нужно... На ту сторону. Так, ну давай-ка я сейчас вот здесь попробую перепрыгнуть. Ладно. Просто перебегу. Всё становится, всё интереснее и интереснее. Надо перекусить и попить. Так. Идём к забору. С той стороны, да? Где-то вот здесь. Так, журнал задания обновлён. Смотрим, что там. Так, куда оно могло двинуться дальше? Ну как, вот где-то здесь, скорее всего. Ну а куда ещё? Если вокзал огибает, значит, сюда. Идём дальше искать. Блин, интересно, куда он меня приведёт в итоге, этот след? Ну вот здесь оно идёт, идёт, типа тут прячется. Ну логично. Так. Журнал задания обновлён. Ощущение присутствия всё сильнее. Похоже, существо двигается вдоль периметра города. Ну логично. Если оно боится людей и опасается их. Так, чё у нас тут? Пауки вдоль периметра. Ну, и я иду вдоль периметра. Так, журнал задания обновлён. Упырь попытался обойти город по касательной. Ну да. А как ещё? Если он боится к людям приближаться. Так, ну чё, идём, идём. Куда же он нас выведет? В общем, идём вдоль забора. Сейчас полюб... Так, журнал задания обновлён. Или существо не пыталось выбраться из города. Я даже не знаю. Но оно куда-то шло, по-любому. А куда? О! Блин, тут кабаны. А у меня нету. Сайки. Я сайку не взял с собой. Так, ну будем надеяться, что кабаны на нас не сагрятся. Сейчас не до кабанов. Преследуем ведуна. Так, ну бежим вдоль периметра. Я даже не знаю, куда. Оно могло двинуться. О, журнал задания обновлён. Похоже, Упырь таки направился... Направился во дворы. Вопрос только, куда именно? Во дворы? То есть сюда? Подожди, а во дворы куда? Этих домов или... Давай попробуем близлежащие дома обыскать. Да, сдохни ты. Во дворы. Какие дворы? Вот неизвестно. Так, чемодан, давайте посмотрим. Кубик Рубика. А, ну это по квесту. Хорошо. Во дворы, подождите. Это не двор. Хотя это тоже двор. Во дворы. Он мог в пятиэтажке пойти. Действительно. Может быть туда? Давайте пойдём туда всё-таки. Во дворы. Я не знаю. Ну, может быть и сюда. Куда угодно мог пойти. Так, ну давай-ка пробегусь здесь сначала. Посмотрю. Не, ну во дворы это значит во двор надо сбегать. Нет, скорее всего надо около... частных домов полазить. Я не думаю, что ведун пошёл бы сюда в пятиэтажке. Чё им тут ловить? Опа. Это как раз та дверь, которую, помните, мы нашли. Точно. Ощущение присутствия очень сильное. Начинает гудеть в висках. Такое чувство, что ведун, если это он, скрывается в подвале. Точно. Вероятно, упырь скрылся в подвале. Дверь там заперта. Возможно, баламут знает что-то про этот подвал. Да, я же тут был. Дверь была заперта. Всё. Понятно. В общем, мы проследили. Теперь надо срочно к баламуту бежать. Так. Где он тут? А, всё, сориентировался по карте. Идём к баламуту. Всё интереснее и интереснее становится. Действительно, ведун тут шарится по городу. Медальоны в мусорные бачки подкидывает. Странный какой-то ведун. Но сейчас в баламуту узнаем, может быть, у него ключ есть. Вполне возможно. Или надо будет этот ключ где-нибудь найти. В общем, не будем загадывать, бежим. Так, а где баламут у нас? Да, около первой помойки. Можно вот здесь развернуться и наискосок срезать. Так, надо немножко попить. Хотя нет. У меня всё полностью. Интересно, интересно. Ну что, сейчас добежим до баламута, узнаем. По-любому куда-нибудь пошлёт ключ искать. А может быть, просто ключ даст. Так, ну вот, подбегаем к баламуту. Блин, мне уже не терпится узнать, что там такое за дверью-то. Так. Кажется, я выследил ведуна. Выследил по следам или видел сам. Значит, они не летают. И следы видел, и почувствовал что-то. Так, мурашки так и пробирают. Так, они мысли читать умеют, наверное. Ну ты говори, где он, этот упырь? След кончился у подвала в одном из дворов. Д-3-3, запертая дверь. Как же помню такой подвал. Послушай, бродяга, я знаю, у кого есть ключ от этого подвала. У Валентины, старой ментовки. Вояки, что старика в этом белом халате охраняют. Так. Я и видел однажды, как они оттуда выходили. Оба. А вояка этот иногда туда наведывается. Думаю, у них там какой-то секретный склад. У тебя есть план? Да, план помидор. Естественно, вопрос только в том, бродяга, для чего именно тебе нужен план. Там же сидит упырь. Я точно не знаю, какой именно это упырь. Но чуть-чуть мне подсказывает, что любой из этих... Так, так. Нужно хорошее оружие. Потом ты лезешь в дела ученых. Вдруг они изучают упырей. Конечно, план тебе нужен для другого. Как раздобыть ключ? Верно? Наверно. Я чую, ты начинаешь вникать. Психология, брат, и удача. Они правят миром. Хотя я тут подумал, так. Есть мысль, как получить ключ. Но если ты просто подойдешь к вояке и попросишь у него ключ, думаю, меньше, что ты можешь рассчитывать. Это дружеский удар прикладом в лицо. Так, в общем, можно на нее пролить случайно бутылку с ацетоном. И он захочет переодеться. Там, смейте одежду, т.д. и т.б. Так, это все идеи. Да погоди-то, я думаю. Так, можно подговорить карманника. Есть глина. Глина? Да, естественно, глина, чтобы снять с ключа слепок. Так, план таков. Тебе надо найти карманника, кусок глины и мастер, который по слепку сможет изготовить ключ. Это элементарно. Ха. Ничего элементарнее я не слышал. Так, да, уж, бываю. В общем, я взял квест. Вы взяли задание. Любический упырь. Ключ к суморку. Я получил 6000 опыта выживания. И получил 4000 опыта поддержки. Я выполнил задание. Любический упырь. В общем, да, выполнил я этот квест. Ну, одновременно взял другой. Любический упырь. Ключ к суморку. Ну что, теперь нужно найти кусок глины. Найти карманника. Сделать слепок. Отнести мастеру, который согласится сделать копию. Очень простой в реализации план. Только где все этих персонажей искать, я даже не представляю. Но думаю, что они находятся здесь, в Любичи. Ну что, на этом, сталкеры, все. Я пойду немножко полазью по Любичи, поищу. Возможно, найду кого-нибудь, кто согласится сделать. И слепок, и украсть ключ. Но это мы уже посмотрим в следующий раз. В общем, всем до встречи. Всем пока.